Многие казанцы и жители близлежащих районов приносят и привозят мясо жертвенных животных в мечеть Ердам для тех, кто нуждается и тех, кто находится под подпечительством фонда Ердам Помощь. Да будет доволен Всевышним благими делами всех тех, кто, исполнив повеление Аллаха, проявил щедрость и милосердие. Милосердие. Фонд Ердам Помощь также не остается в стороне. Традиционно в эти праздничные дни проводят акции милосердия. От фонда Аль-Пари выражаю огромную признательность за мясо барашков, которое нам выделил мечеть Ердам. Всех с праздников мусульман сегодня, это очень искренний праздник, Курбан, а это Мабарек Булсон. Спасибо огромное. Вместе с вице-президентом фонда Маликой Гельмудиновой сотрудники развезли мясо Курбан различным организациям, которые объединяют как людей с ограничениями по здоровью, как Казанскому отделению общества слепых, так и тех, кто нуждается в заботе и внимании. Ежегодно к большому мусульманскому празднику Курбан Байрама благотворительный фонд Ердам оказывает нам помощь. Огромное спасибо Малике Равкатовне за ежегодную помощь, за поддержку в любую минуту. Огромное всем спасибо. Огромная благодарность фонду Ярде за такое количество мяса для наших подопечных нуждающих семей. Очень большая помощь. Спасибо вам огромное. Не остались без внимания члены региональной общественной организации «Родители детей инвалидов Республики Татарстан. Забота». Мы помогаем деткам с инвалидностью и в очередной раз огромную благодарность выражаем за вот такое большое количество мяса. Малике Ханум, Ярдам помощь, благотворительная организация, всем добрым людям, которые помогли накормить наши семьи с нашими особенными детками. Праздничный стол будет также у многих членов общества инвалидов Кировского и Московского районов Казани. Все три дня праздника в мечети Ярдам будут принимать мясо жертвенных животных и угощать всех желающих шурпой, приготовленный из мяса курбан. С большой благодарностью Господу, с большой благодарностью к людям, которые делают это благое дело. Вот. Очень вкусно. Вообще молодцы, молодцы. Ярдам помощь продолжает принимать заявки на совершение обряда жертвоприношения по долям коров и благодарит всех, кто проявляет милосердие и щедрость к подопечным фонду.